всех приветствую сегодня конец недели давайте посмотрим что у нас происходит на крипто рынке как всегда посмотрим интересную статистику главное событие новости криптовалют по объему торгов у нас кроме биткойна эфириума и тезера в лидеры выбилась монета о м g неудивительно у них был airdrop чуть позже про нее будет новость также шибы и но опять подтянулась объем торгов увеличился также глянем сегодня график этой монеты но лидер роста за 24 часа у нас почти плюс 30 процентов показывает монета мана лидер падения все та же о м g по биткойну за сутки увеличились шар ты почти плюс семь процентов ланге на полтора процента снизились по эфириуму здорово сократили ланге минус семьдесят восемь и шесть процентов про это событие тоже чуть позже поговорим подробнее индекс страха и жадности у нас очень стабильный снова вернулись в обычную жадность 74 сегодня цифра продолжаем находиться в том же диапазоне который стартовал у нас 7 октября болтаемся в районе 70 индекс аль сезона вернулся у нас на середину сегодня цифра 51 делали попытку движения в зону аль сезона но снова возврат на экватор индикатора за 24 часа ликвидировано было более 75 тысяч трейдеров 75 700 сейчас вот по обновленным данным забрали не так много 178 миллионов долларов сегодня это практически ничто по сравнению со вчерашними ликвидациями вчера на резком падении конечно же лангисты почувствовали настоящее страдание что нас по настроениям на росте у нас было негативное настроение у пользователей твиттера но после того как пошли в коррекцию этот негатив только усилился и даже краткосрочные мувинги также полетели вниз то есть негатив только стал сильнее по популярности монет в твиттере на первом месте по-прежнему шиба увеличили свой процент вчера было около 25 сегодня почти 29 процентов всех твитов о монете шиба ину на втором месте монета илон а эфириум сместили на 3 сегодня кстати илон тоже нужно будет посмотреть на их график небольшое обновление по google трендом интерес пользователь в последние дни у нас снижался и вот сейчас мы видим небольшой отскок нельзя сказать что мы сейчас развернемся и пойдем наверх но хотя бы остановилась падение интереса тоже неплохо а вот по эфириуму как раз таки пошли наверх google тренд уже несколько дней подряд увеличиваются давайте посмотрим несколько интересных статистических графиков и вот здесь у нас так называемые ходу волны здесь стоит отметить что до завершения всего цикла который был вот здесь вот здесь семнадцатом году вот здесь проходила как минимум три ходу волны 1 2 3 здесь было три волны здесь в конце роста мы видели три волны чего нельзя сказать о нашем актуальном движении даже если брать во внимание вот эту волну то здесь было только 1 2 и вот похоже только сейчас зарождается 3 ну либо вообще 2 потому что это было достаточно далеко очередной статистический факт от глаз not о том что движение у нас еще наверх не завершено приводит они еще один индикатор мэр мультиплай по нему тоже мы еще далеки от завершения тренда всякий раз когда тренд завершался мы пробивали вот эту красную линию так было и на предыдущих бычьих циклах но и даже какие-то кратковременные роста завершались вблизи данной линии и что важно это совпадало с пересечением вот этого индикатора ценой снизу вверх в двадцать первом году в мае мы достигали этой линии пересекали а вот наш ближайший рост на котором мы сделали перри хай того хая он еще далек от того чтобы завершиться для этого ему нужно и вот здесь пересечь линию и вот здесь чего конечно же пока не предвидится еще есть два графика от глаз not один из них также демонстрирует нам что мы еще не достигли своих пиковых значений в данном росте это может состояться когда синяя линия будет вблизи верхних значений вот этой верхней розовой линии пока также мы дошли только до половины данного индикатора вот этот график мне показался даже более интересным чем предыдущий я бы здесь обращал внимание вот на синий цвет и желтый когда синие линии идет вниз а желтая наверх идут они друг к другу тогда и стоит ожидать завершения роста всякий раз когда они вот так вот сближались это совпадало с завершением бычьего тренда так случалось и в тринадцатом в четырнадцатом году 2017 году также когда они начали сходиться вместе произошел параболический рост и он стал последним в этом цикле в мае 21 года эти две линии также начали сходиться и затем разворот на данный момент две эти линии достаточно далеко но разворот уже как видите намечается то есть вполне вероятно что мы можем нарисовать что-то подобное если у нас здесь будет ценовой перехай что уже мы наблюдаем также эти две линии должны сделать перехай своих предыдущих значений и в момент направления друг к другу вполне вероятен параболический рост и наш цикл может на этом быть завершён давайте глянем графики которые рассматриваем постоянно это резерв биткоина на всех биржах немного он притормозился выводы приостановились но ввода не торопятся как-то резко стартовать майнеры также и не думают начинать распродажу хэшрейт биткоина продолжает идти наверх показываю устойчивый бычий тренд резервы эфириума на всех биржах почти так же как и bitcoin себя ведут показали остановку но разворота пока нет хэшрейт по и фирму после небольшого снижения вновь отправился на максимум и и поэтому рост данного показателя стабилен давайте посмотрим интересные события на монетах монета стеллар у нас анонсировала на 15 декабря снэпшот 2 раздачи монеты aqua держатели xlm получат шанс получить монету aqua снимок состоится 15 декабря что это может означать о том что цена монеты стеллар до 15 декабря будет с большей вероятностью расти а что с этой ценой может произойти 15 либо 16 декабря я думаю все знают скоро рассмотрим это на примере монеты боба и оэнджи на монете банкор network токен анонсирована первая фаза запуска банкор 30 дату обозначили они как 29 ноября на 1 декабря анонсирован хардфорк за 300 монетах а райза за пару листингов на бирже ftx во первых эта монета the open network тонкой и та самая монета которая связана с оэнджи это монета боба network и вот что может быть с монеты xlm после того как будет сделать снэпшот цена оэнджи рухнула после проведения снэпшота для эрдропа токенов боба network снижение было более чем на 25 процентов так происходит потому что многие любители халявы после того как сделан снимок после того как их баланс был зафиксирован для раздачи халявных монет они просто начинают избавляться от ненужных и монет оэнджи вот как выглядел график после снэпшота просто одной свечой полетели вниз не факт что дальше мы будем снижаться потому что зачастую цена возвращается обратно но такая история повторяется из разовый раз при эрдропах накануне рост потом падение а вот и новость объясняющая резкое сокращение ланговых позиций на эфириуме kids bitfinex отозвал длинные позиции на эфир на 2 миллиарда долларов сокращение было на 80 процентов цена сильно не изменилась потому что был отзыв именно они продажи отзыв позиции означает что она закрывается не путем продажи криптовалюта а выкупается держателем он самостоятельно возмещает кредитору средства непонятно какие мотивы у него были но человек разместил огромную просто ланговую позицию а потом передумал и решил закрыть естественно получив небольшой убыток потому что сам возмещал сдержки также вчера во многих чатах пересылались сообщения о том что якобы binance блокирует счета и это правда было заблокировали они аккаунты после сбоя со старыми транзакциями доги коинов 10 ноября в результате сбоя при обновлении по криптовалютной бирже binance повторно провела неизвестное количество пользовательских транзакций с криптовалютой доги коин совершенных несколько лет назад после того как средства ушли из холодного кошелька биржи на аккаунты третьих лиц площадка потребовала отправителей изначальных транзакций возместить ущерб по текущему курсу и заблокировала их балансы вся фишка в том что транзакция отправленная ранее несколько лет назад конечно же были отправлены по значительно заниженному курсу если транзакция совершенной несколько лет назад могла быть копеечной то сейчас это значительно более крупные суммы которые binance просто хочет чтобы люди просто им вернули хотя они вообще никаких транзакций в последнее время не совершали таких пострадавших сейчас достаточно много это не только русскоязычные пользователи но и англоязычные люди создают специальные телеграм-чат и объединяющие трейдеров с одинаковой проблемой а вот как представители binance прокомментировали данную ситуацию мы обнаружили незначительную проблему с выводом средств из сети до гикой на binance после обновления версии от 10 ноября и временно приостановили вывод средств вывод будет закрыт пока ошибка не будет исправлена странная конечно ситуация что из-за своих каких-то внутренних ошибок они просят размещать суммы ни в чем не виновна пользователей и одна из важнейших новостей это обновление то пруд биткоина должно произойти в субботу это обновление улучшит конфиденциальность эффективность и программируемость после этого транзакции будут быстрее и дешевле подобное аналогичное обновление было в 2017 году как раз тем годом с которым сейчас много проведено параллели и движение похоже на то что было именно в 2017 году после обновления 2017 году цена тогда немного ушла вниз но после этого как раз таки это и стало началом финального ралли и вот сейчас у нас обновление назначено судя по всему на 14 ноября стоит отметить что в прошлом ролике как раз таки фигурировала дата 14 ноября именно этот день будет последним для решения сек по вопросу одобрения очередного и т.п. 14 ноября у нас несколько важных дат которые могут повлиять на дальнейшую судьбу биткойна и всей крипты ну давайте посмотрим несколько графиков биткойн у нас ожидаемо дал еще один прострел наверх кстати снова показал и обновил исторический максимум теперь у нас дивергенция но объем при этом более высокие расчетную зону в 70000 мы не достигли но приблизились практически вплотную до 69 тренд у нас по-прежнему восходящий и вот это последнее движение у нас рисует такой своеобразный клин давайте посмотрим на часовики что у нас происходило последние часы получили мы нисходящий импульс и такие импульсы редко у нас заканчиваются без второго импульса и по мне так наиболее оптимальное сейчас движение это показать еще более сильное снижение после чего пойти наверх дорисовывая как раз таки завершение структуры и что у нас может произойти если мы все-таки пойдем по предполагаемому сценарию я думаю что в этой зоне все-таки у нас произойдет еще один отскок вниз уже на вот эту более серьезную четвертую волну в общем пилить пока будут в обе стороны что у нас по эфириуму эфириум у нас стабильно идет наверх просто как по линеечке снова мы ударились в нижнюю границу давать между канал лучше нарисую и по эфире мы прогнозы свой не меняю 5 700 это следующая цель на данный момент здесь стоит понаблюдать именно вот за этим каналом пока он так шикарно отрабатывает с начала октября то у нас произошло по рипу все-таки цепанули мы зонов в 1 35 зона у нас это отработало минимальная но при этом разворота как такового здесь пока не сформировано потому что х и также у нас повышаются ла и также повышают здесь восходящий тренд поэтому здесь также хоть мы и отработали 1 35 который уже давно ждали следующая цель в районе двух долларов но войти шибу посмотрим все видят вот этот тренд и мы его пробили на объемах неплохая здесь точка входа можно покупать хоть из текущих стоп за основание импульса и цели у нас минимально это предыдущий хай а вполне возможно и дальше полетим по монете шибы ну неплохая ситуация на лонг и давать еще одну собаку глянем монета илон на дневках так последний раз мы и смотрели были вот здесь все таки на 4 часа сначала глянем так мы были вот здесь отмечали зону мы в нее пришли после чего нужно было ловить разворот разворот случился и полетели мы еще выше данную структуру у нас прекрасно отработала график нам дал новые данные график нам показал шикарные объемы и сейчас у нас здесь рисуется треугольник пока он выглядит вот данным образом естественно он может расширяться если будет пробивать вот эти х и и лилой но вообще цена близко к зажатию и вылет отсюда если пойдем по данной структуре то он наверх первая цель предыдущий хай и по его достижению можно будет считать уже последующие цели что может пойти нет так треугольник здесь может пробить не наверх а вниз и в таком случае здесь будет полна а волна связка a b c d е достижение примерно вот этого уровня вниз и затем уже разворот на вот этот ценовой уровень 25 12 и куча нулей перед ними но это пока такой резервный вариант пока треугольник не пробит вниз основной вариант это вот эта разметка в общем следите за графиком 14 ноября могут быть неплохие движения а на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии удачной торговли и счастливо